Привет всем зрителям и подписчикам моего канала! Сегодня у нас 15 сентября 2023 года. Ну вот собрала весь урожай своего фундука, который у меня есть в наличии, который растет на моем участке. И сейчас посмотрим сколько получилось в общем ореха собрать в этом году. Некоторые сорта орехов дали больший приплод орехов по сравнению с прошлым годом, некоторые меньше. Это связано с тем, что я в прошлом году сильно подрезал деревья, сильно формировал крону. Допустим, тондо джифони. В прошлом году дала 500 грамм, а в этом году наверное грамм 300. Но это потому, что я полностью переформировал крону, точно так же как и тондо романа. Полностью обрезал все несущие ветки скелетные, так как они были очень низко. В прошлом году я обрезал, у меня была одна несущая ветка, вторая, третья и четвертая. Вот все они были основные несущие. Но как видно, они сантиметров 40 от земли и поэтому я переформировал крону, полностью обстрих ее сделал где-то метр от земли. Вот видно. Поэтому на этих веточках, грубо говоря, даже на вот этих молодых у меня получилось около 300 грамм орехов. А в прошлом году было 500 грамм. Как видите, приходится жертвовать немножко временем. Так как я посадил этот саженец, он такой и был. Я просто тогда не обратил внимания, нужно было его формировать сразу. Вот я на всякий случай оставил ветку вверх, идущую. Может на ней еще будут дополнительные ветви. Некоторые я посмотрю потом, как это лучше будет сделать. Вот такая ситуация. Поэтому эти сорта не в счет по сравнению с прошлым годом, потому что они, как видите, претерпели видоизменения и, соответственно, не могли дать больше урожай, чем в прошлом году. Похожая ситуация у меня и с ракетным получилось. Тоже формировал крону и с Косфордом. Ну, еще здесь сказался недостаток полива. Ну, как бы я вроде и ложил полив, но поливать возможности такой часто не было. Поэтому, грубо говоря, это можно считать результат как без полива. Кстати, многие в комментариях пишут, вот это у тебя там сорт не тот, там то шедевр, то карамановский, то еще не такой, там посмотри там в интернете куча всяких видео. Ребята, я все абсолютно сорта брал в серьезных питомниках. Специально ездил во многие из них и брал лично из рук в руки, чтобы потом мой сорт не подлежал, сортность моих фундуков не подлежала сомнению. Поэтому не надо глупости писать. По шедевру там очень много всяких споров. Вот у тебя там не настоящие ребята. Идеально круглый орех полностью соответствует описанию. Полностью. А то, что там присылают какой-то шедевр, там прямо огромный. Ну и почитайте хотя бы описание для начала сорта, а потом уже пишите всякую ерунду. Мой сорт полностью соответствует описанию. Я брал его в официальном питомнике. Все. У меня вопрос по этому сорту закрыт. Итак, начнем взвешивание. Ну что ж. Для начала у нас будет трапезунт. Вот его целый мешок. Смотрите. В этом году целый мешок трапезунта. И сейчас мы его взвесим. 17,38. Сейчас запишем вес. Следующий сорт. Керосон длинный. У меня он просто в двух разных мешках находится, потому что вот этот именно в этом пакете керосонт длинный. Поливался хорошо. И допустим, для сравнения с тем, кто слабо поливался, видно, что эти орехи крупнее. Немножко крупнее. Но это один и тот же сорт. Вот и вот. Сейчас будем взвешивать. Так, этого 7,78. И этого у нас в итоге получилось 10,12. Сейчас запишем. Хочу напомнить, что в прошлом году общий урожай всего фундука, который я собрал, был у меня 24 килограмма. Сейчас на улице идет дождь, пасмурно, поэтому я зашел в помещение и снимаю видео здесь. Ну, следующий, наверное, будет сорт сирена. Вот так он выглядит. Общий урожай получается у нас 2200, так и запишем. Следующий шедевр. Вес получается 3,58 общий. Следующий будет Карамановский, он же президент. Довольно-таки крупный орех, я скажу. 2,12. Следующий, Каталонский, тоже довольно-таки крупный орех. Вот такой, как почти трапезунт. 1,5 килограмма. 1,5 килограмма. Следующий будет Косфорд. Косфорд тоже особого прироста не дал, потому что была формирована крона. Вот он выглядит. Тоже орех очень крупный. Мне нравится. Общий вес 1,5 килограмма. Ну и положим сейчас остальные сорта. Тонда Романа. Тонда Ржефони. Это у нас ракетный. И это те орешки, что я потом еще под деревом собрал. Ну тут разные, они просто как в общий урожай идут. 820 грамм. Кстати, трапезунда я еще собрал потом, после сбора урожая основного. Лазил, освобождал от поросли. Снимал полив под деревьями. И больше килограмма я сюда, получается, еще досыпал. Собрал под деревьями, что там висело, потрусил, упало. В общем, сейчас будем суммировать это все. Итак, начнем. Трапезунд 1738 плюс киросунд 1012, шедевр плюс 358, карамановский плюс 212, Каталонский плюс 1,5, плюс Косфорд 1,5, плюс остальные 0,8, и плюс Сирена 2,2. Ну вот, получилось почти 40 килограмм. В общем, 39 килограмм получилось. Вот такой результат. В прошлом году, напоминаю, было 24, сейчас получилось 39. Если мы 39 разделим на 24, то получается прирост в 1,6 раза. То есть, больше, чем полтора раза прирост. Это, опять-таки, при условии, что я формировал кроны, и многие деревья не дали того результата, который могли бы дать. То есть, если бы я, изначально, зная, как правильно формировать крону, эту крону сформировал правильно, то сейчас бы был результат совсем другой. Я думаю, раза два было больше. То есть, было бы около 50 килограмм. Но это так, все предположения, мечты. Вот реальный результат. Ну, вот такой результат получился. 39,2 килограмма. Кого интересуют саженцы фундука сорта, трапезонт и других сортов, переходите в описании под видео. Есть ссылка на мой сайт. Там указаны все саженцы, которые есть в наличии, а также их возраст. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok